всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами посмотрим расклад который я очень люблю называется он читаем ваше поле вот что в вашем поле происходит сейчас как вы считываетесь все что связано с энергией сегодня я попробую прочитать так позиции вы видим тайм-коды тоже есть в описании к любому видео подписывайтесь на мой второй канал кому интересно тоже есть в описании ссылка на него и вся необходимая информация обо мне и моих услугах тоже есть в описании под любым моим роликом по ссылке мои услуги хочу сказать что я неоднократно говорил о том что я перестала проводить индивидуальные консультации и расклады но всегда есть исключение если запрос касается непосредственно саморазвития самопознания то такие темы расклады я смотрю то есть если вы в чем-то запутались хотите разобраться в своих сценариях хотите понять куда вы идете определиться в своих возможно каких-то страхах да то вот с такими вопросами я готова работать но всеми остальными мне неинтересно вот там я скажу нет так надеюсь вы определились и мы с вами приступаем позиция номер один читаем ваше поле что происходит сейчас вашем поле отшельник что происходит отшельник вы находитесь в каком-то таком комфортном состоянии для вас погружены в себя здесь немножечко закрылись вот я не вижу чтобы это было какое-то отстранение такое специальное не здесь веет тем что в том пространстве в котором сейчас находитесь вам просто комфортно здесь нету какого-то вот поиска себя углубление в себя единственное что есть какое-то знаете новое ощущение понимания себя и своих состояний вот это есть здесь что-то такое новое зарождается что такое проскальзывает вы интуитивно это можете даже ощущать что такое новое вас стало что-то по-другому как-то вот по-другому это знаете как будто бы вы вспомнили себя каким вы были когда-то давно вот вот как будто бы это снова возрождается что-то здесь идет такое знаете вот возможно вы вспоминали о том что вот в детстве я был каким-то более открытым ребенком более улыбался что ли более добродушным беззаботным где-то бесстрашным каким-то так не боялись указывать свою точку зрения говорили так как вот все что думаете да говорили то есть вам как будто бы было все фиолетово как-то бы барабану вот здесь какая-то такая ваша черта она снова всплыла и вот она зарождается заново вас и вы как будто бы знаете какой-то наблюдатель за таким аленьким цветочком да сидите и смотрите как он начинает зарастать что-то вот у вас такое хорошее что-то хорошее хорошо забытое в прошлом снова начинает возрождаться знаете и это приносит вам удовольствие вот это вот чувство что я я на коне я я какой-то победитель вот здесь вот внутреннее удовлетворение что я молодец может быть вы начали как-то себя заново хвалить может быть принимать себя но здесь вот это вот чувство что я молодец у меня все получается я как-то вот какое-то внутреннее удовлетворение принятия себя некая такая знаете гордость за себя что ли вот здесь вот прям прям я сразу осанка так выровнялась да какая-то внутренняя сила и это что-то такое новое с одной стороны с другой стороны это хорошо забытое старое она как будто бы эти вот как модифицировать как-то изменилось и здесь вот проскальзывает такое ощущение удивление самим собой вот вот этой гранью ваши которые вы стали замечать как вы себя считываете сами вы в поле ну вот как дьявол то есть такой знаете человек очень харизматичность очень яркой такой энергии человек незабываемый творец человек магнит который притягивает здесь возможно знаете вы вспомнили как у вас когда-то притягивалась удачи возможно деньги здесь вот как какой-то такой сценарий прошлого когда вам что-то хорошо удавалось и вот сейчас вы как будто бы вспомнили это состояние и она вас вызывает такие классные суперские такие знаете ощущения что мне нравится да вот вы так как будто бы говорите мне мне нравится да я могу вы как будто бы в себя поверили что ли а как люди вас считывают в пространстве легким вы знаете как будто бы не то что страхи свои победили а вы себе что-то стали больше разрешать стали более расслабленным таким человеком и люди вас считывают уже как-то по-другому вы перестали быть резким вы перестали быть такими знаете вот как так колка режущими холодными колючими вот это вот ушло у вас и появилась здесь вот люди рассчитывают вот это вот доброта да какая-то легкость что ли простота то есть к вам можно теперь подойти такое ощущение что раньше к вам подойти нельзя было ну вы могли как-то обидеть могли что-то сказать какой-то вот знаете здесь как ежика многогранный колючий закрытый а сейчас вы вы стали другим человеком мощение того что знаете вот съездили в отпуск отдохнули другим человеком стали вот здесь люди как-то вас так считывают что с вами хочется общаться с вами хочется как это вот веселиться разговаривать вы другой что изменилось вас не могу понять что изменилось а вы наполнились энергетически да то есть не восстановили как-то свой ресурс ощущение того что какие-то части вас вернулись обратно то есть если где-то когда-то вот при каких-то травмах при каких-то кризисах вы утрачивали часть себя то есть менялись сейчас такое ощущение что происходит становление вас какая-то целостность вас а вот ваши частички они как будто бы возвращаются к вам вот эти дыры которые были внутри вас и они может быть болели может быть как-то затягивали они закрываются и вы уже кому-то вы знаете не тратите не теряете откуда в это слой ресурс то есть нет утечки а есть вот это вот целостность и вот здесь как будто бы знаете радуга такие все цвета радуги энергетические как внутри вас как как какие-то потоки так проходят так красиво это ваш кукол он как будто бы светится сейчас переливается разными красками как как радужные и от этого вот вам хорошо что произошло кроме того что частички вернулись аркан шута здесь как будто бы как это вот восстановление произошло обнуление восстановление восстановление вас и как это повлияло на вот ваше пространство на ваше пространство на ваше поле здесь аркан влюбленных то вот я его все-таки прочитаю как влюбленные они как у вас появилось больше любви вы стали какие-то другие энергии излучать знаете перестали излучать вот эту энергию беспомощности трудности каких-то сложности вот какой-то закрытости что мне что-то не получается по и появилась вот эта вот легкость которая помогает вам даже не находите решение а как будто бы они сами случается вашей жизни решения вы не заморачивая перестали как будто вы заморачиваться зацикливаться заморачиваться что еще вашем поле происходит то за что вы держались в прошлом за какие-то может быть понятия ценности убеждения вот то что было для вас значимо какие-то былые ваши успехи победы может быть вот то за что вы держались в этом да она сейчас как будто бы вот разрушается разрушается это все происходит очищение и вы как будто бы заново ищите себя вы выстраиваете себя заново по-новому по-другому выбираете какой-то знаете новый подход что ли взаимодействие с людьми проживания вот как вам как вы дальше жить будете здесь вот какие-то такие новые новые потоки энергии дыры свои закрыли и ваша система стала внутри работать уже на автомате то есть так как она и задумано было знаете вот как некий такой конвейер на котором были прорывы как-то что-то там порвано было да вот это конвейер вот он мне показано верю вот он порванный да потом опять дальше комбирь пока как пропасти какие-то вот и поэтому периодически как-то вот что-то закатывалось туда да что-то что-то падал что-то пропадал были какие-то неровности а сейчас как будто бы это конвейер восстановился вот он гладко гладко все работает как по маслу вы здесь вот ощущение такое и вы как раз таки вот это вот и ощущаете то есть знаете вот возврат каких-то ваших частиц хорошо что еще о вашем поле у вас появились какие-то новые желания появились новые цели вы как будто бы медленно стали просто идти в том направлении в котором вас ведет как-то вот ваш внутренний зов что ли вы научились идти и делать один шаг за раз постепенно плавно не торопясь наслаждаясь как-то знаете идете и вот оглядываетесь по сторонам не в плане ожидания чего такого негативного а в плане того что я хочу насладиться я хочу свой вот это вот кругозор до чтобы не как зашоренный человек который смотрит только вперед и ничего не замечает а вот как будто бы я смотрю на 360 градусов да вот и по всем сторонам и хочу впитать вот все что я вижу в себя здесь какая-то новая жажда к жизни новая жажда чего-то такого нового как-то по-другому вы здесь живете здесь другие энергии как эти энергии будут влиять на других людей разрушительно разрушительно здесь вот знаете вот все что не будет в унисон с вами это будет разрушена уйдет вот это вот ощущение того что либо вы жертва как-то во взаимоотношении с другими людьми либо другой человек уйдет все вот эти вот знаете какие-то вот проволочки неувязки остановки в вашем пути вот это вот все уйдет а что придет придет королева жезлов до четверка мечей пашкубков здесь придет знаете что не хочет сказать как какая-то знаете духовность но не в плане чтения изучения какой-то информации а здесь вот как-то вот знаете как будто бы что-то внутри вас откроется вот какое-то другое видение что у меня чувство как будто бы просветление что ли вашей голове произошло либо произойдет вот что-то такое и вы будете знаете жить как ясное солнышко в плане того чтобы будете вот говорят как дурак потом постоянно улыбается улыбать что ты лыбишься да иногда говорят людям то есть причины нет а вот вы будете вот каком-то знаете таком похмелье счастье от своего нового вот этого а открытия и понимания мира вот вам хорошо будет я не могу это передать вот это вот хорошо она у каждого же ведь свое здесь вот это состояние когда какого-то знаете с одной стороны полета с другой стороны вот этой все объемлющей любви желанием всех обнять желание не знаю я это называю желанием жизни да когда вот наслаждаешься и у тебя ничего не раздражает потому что все тебе кажется как-то таким знаете милым что ли не няшным каким-то таким вот как я здесь как к одурманивание что ли вот как под каким-то препаратом вы вот в таком на эти виды измененное состояние но она такого хорошая но светлая что-то здесь вот такое будет возможно у вас еще откроется способности какие здесь способности могут открыться вы как будто бы поймете куда вам дальше двигаться надо и что это за способности по луне они будут узнаете вот как-то ваша интуиция здесь будет она будет вас вести у вас появится какой-то знаете как способность как магнит магнит не в плане того что вы притягиваете а в плане того что вы притягиваетесь к чему-то к тому куда вам нужно будет пойти вот здесь такое то есть вы не своей голове думаете вот куда бы мне пойти да как дальше двигаться какой-то цели нет а вас как будто бы магнит и он вас будет вести вас будет манить вас будет тянуть туда куда нужно и вы это очень четко ярко будете чувствовать внутри себя здесь такие да и вот вы помогу будете создавать какую-то свою новую реальность в этом плане вас будет как-то тянуть в нужное в нужное место в нужное русло я не знаю какая что это здесь способность такая может быть но как магнетизм да то есть я иду туда куда мне вот прям надо да вот вы даже сами не будете понимать да и вы будете находиться в нужное время в нужном месте с нужными как-то вот людьми если вас нужно чтобы сверли вот здесь как-то так так вот такая была первая позиция интересная очень и мы с вами переходим позицию номер два и красненькому камешку двоечки читаем ваше пространство ваше поле сейчас искра хочется сказать искра полета и движения король кубков полет воодушевления каких-то чувств переживаний эмоции и одновременно знаете какой-то вот дуальности какой-то двойственности до неуверенности и это хорошо и это хорошо и что мне выбрать и куда мне пойти и чем не заняться королева кубков и королева пиндак девятка педакли такие вот знаете ощущение того что с одной стороны я как будто бы тревожусь но это какая-то такое легкое волнение легкое переживание как дайте перед сдача каких-то экзаменов да например там школе в институте когда вы волнуетесь трепет вот какой-то трепет в душе здесь что-то такое ощущение того что предвкушение чего-то что будет и сразу появляется какая-то неуверенность а вдруг а вдруг а вдруг а это будет а вдруг то будет а вдруг будет хорошо либо не будет хорошо вот что-то здесь такое как вы в поле считываете сейчас как человек который работает на тем чтобы пойти во что-то новое человек который но здесь возможно вы либо думаете да а какой-то поездки о каком-то в движении возможно даже не думаете а работаете над этим ну я не знаю например заработать деньги для того чтобы поехать в отпуск да здесь какая-то работа либо какие-то рутинные процессы происходят которые вам известны по поводу того что как 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 вам дальше быть куда вам дальше двигаться возможно какая-то каждодневная переписка с кем-то здесь возможно какие-то документы вот каждый день что-то делаете с какими-то бумагами до документации и либо вывод просто элементарно работаете на тем своим будущим до куда вы хотите пойти а куда вы хотите пойти десятка педаклей либо в стабильность либо в создании семью на что-то новое здесь новое исключение того что вы хотите какую-то семью либо какую-то стабильность такой знаете вот изобильную ну что-то хотите создать такое что вас будет наполнять и она не будет похожим на ваш прошлый какой-то опыт здесь должно быть что-то новое как-то вот у меня такое ощущение что в голове сидите себе представляете что вот я хочу это да может кто-то визуализирует реально и вот вы настолько но погружены в этот процесс до желания чего-то что она она просто не может не сбыться дата здесь вот прям то ли намерение какое-то конкретное то есть вот вы понимаете вы не просто мечтаете фантазируете да а вы же еще прикладываете какие-то усилия и вот знаете как это мне будет показывать здесь как как уют какой-то сталь да вот завода раньше были союзные там сталь показывает как она льется да что-то прививаться здесь какие-то все кипит все бурлит и при этом вот внутренний настрой такой он очень такой хороший позитивный как посчитывают люди сейчас как человека который остановился знаете в ожидании некого какого-то шанса каких-то перемен то есть смотрите вы себя воспринимаете и поле вас да как все идет все идет нужным чередом в нужное русло все плывет вот и при этом есть понимание куда чего и как люди вас воспринимают сейчас как вы бездействуете что вы просто находитесь в каком-то ожидании почему они видят ваших действий потому что ваши действия они внутри вас они не внешне они как-то не проявляются возможно внешне они скорее всего внутри вас происходит то есть это внутренние ваши какие-то переживания как еще вы считываетесь в поле как человек который наконец-таки повзрослел до десятка мечей император как человек который наконец-таки понял и осознал что его жизни в его руках и он может получить все то что он захочет достаточно только конкретно понять чего я хочу и организовать этот процесс для получения своих желаний да вот того что вы желаете что еще есть поле что вам нужно знать здесь говорится о том что вы как будто бы нашли в себе силы восстановиться восстановить свой ресурс для того чтобы и двинуться дальше здесь вы обретаете какую-то силу свою здесь как будто бы приняли решение быть в двойке кубков быть какой-то внутренней вашей гармонии то есть вы пришли уже к этому вот внутренне по крайней мере вы пришли внешне это может быть пока еще и не не транслируется да не показывается не выражается как-то не проявляется но внутри как будто бы приняли решение что вот будет так как я хочу это вот прям вот эти вот ощущается энергетически что и уверенность появилась и вот как будто бы все складывается так как нужно какая-то вот белая полоса вашей жизни так здорово отлично я вам этого желаю коротенький у меня был второй вариант и мы с вами переходим позиции номер три зелененьким камешку троечки ваша ваше поле что транслирует сейчас ваше поле тройку мечей и четверку кубков знаете не транслируют какие-то искры какие-то вспышки да вот как у салюта вот прежде чем раскроется салют либо когда есть какое-то замыкание вот искры мечутся вот у меня такое ощущение что в вашем поле как будто бы что-то замкнуло и вот идут вот эти вот искры почему пойму что здесь происходит а здесь вам говорят о том что если вы не пойдете дальше в будущее да если вы не пойдете как-то вот в какие-то перемены вы будете находиться в таком состоянии здесь у меня ощущение некой такой грозы знаете когда облака черная так заволокло все небо и вот где-то внутри в этих облаках начинается вот эта вот гроза и гром и молния вот что-то такое вот вы сейчас находитесь в каком-то таком состоянии и вам нужно из него выходить и пойти дальше то здесь должны произойти какие-то перемены вы сейчас как будто бы находитесь вот в эпицентре этой грозы а почему что случилось а потому что вам нужно сделать выбор как-то определиться вы не определяетесь вы за вошли в какое-то такое промежуточное состояние промежуточное какое-то время какой-то знаете вот хочется сказать когда времена и дыра что ли как черная дыра какая-то и она временная временная в плане того что она временная на вашем пути она необходима вот вам нужно выйти из этого вы не выходите вы все находитесь в этом состоянии и не можете как-то выйти оттуда до принять вот это решение что я хочу выйти вот вы как будто бы там находитесь да и с одной стороны идет зарядка с другой стороны вам это дискомфорт но вы пока не выходите из этого а для чего вам быть в этом а там вы получаете сейчас какие-то знания эти знания они они связаны либо с вашей какой-то конкуренция здесь как будто бы знаете идет какая-то притирка поэтому мне показывают знаете когда огонь зажигаешь вот два камня один от другой стучишь либо трешь и вот искра появляется до от какого-то трения то есть в этом в этом процессе вы сейчас находите как будто бы идет какая-то притирка возможно вы на какой-то новой работе идет какая-то притирка временная для того чтобы вот вы что-то узнали поняли осознали чтобы к вам пришло понимание и дальше вы пойдете но пока вот как будто бы не не происходит вот этого понимания не происходит осознание что вам нужно осознать о том что пора двигаться дальше уже все уже тройка жезла пора принять решение решиться определиться и пойти дальше что вас сдерживает почему я не могу понять вы не можете определиться ну ясное дело что страхи здесь может быть страхи по поводу общения да здесь может быть тоже еще какая-то новая работа либо какие-то новые отношения взаимоотношения что такое здесь новое да когда люди еще хорошо друг друга не знают вот либо есть какая-то конкуренция то есть вот дальнейшее движение оно как-то связано именно с коммуникации с общением с людьми и и вас здесь пугает пугает снова как-то знаете разочароваться пугает снова что вот вас выбит из баланса то есть как будто бы вы изначально в новой не идете почему потому что вы как будто бы проецируете на свое новое старый свой вот этот вот опыт и вас туда не пускает но и потому что говорят что ну зачем вам заново выходить на тот же самый круг вам не надо поэтому вам нужно здесь сменить только мышление то есть видеть вот в том новом куда вам нужно пойти какие-то новые сценарии для себя потому что если вы так как вы мыслите сейчас вы и создадите то что у вас было в прошлом а этот цикл уже закрылся и вам говорят что в новое мы тебя только пустим тогда когда ты будешь готов вот существовать каких-то новых реалий вам нужно сначала придумать свою новую реальную свою новую модель поведения не та которая есть сейчас здесь основанная на разочарование на сожалениях на горечь и нет вот вот это вот до тех про пока хочется сказать вы свою голову не измените свои какие-то мысли не начнете их контролировать не прекратите бояться поэтому вот вы вот какой-то без не я же говорю каком-то временном промежутке застряли по верховной жрицы и вас дальше не не пускают как вы считываетесь в поле как человек который проходит сейчас суд кризисный такой момент когда должно вот произойти вот это очищение переоценка вас очень глубокая и вам это дается очень тяжело почему потому что все происходит достаточно долго а долго происходит потому что потому что такой опыт нужен вашей душе так нужно главное чтобы усвоили это понимаете вы возможно торопитесь и не усваиваете здесь этот урок а здесь он необходим как раз таки потому что туда куда пойдете вы дальше ну это вот как говорят после школы до идете в институт забудьте что вас учили в школе в институте будет по-другому идете на работу забудьте что вас учили в институте на работе по-другому вот здесь вот примерно такой этап а вы не можете забыть вы идете в это новое со своими старыми знаниями как люди вас считывают как короля мечей и десятка кубков знаете как будто бы как человека жаждающего быть счастливым я спрашиваю что вам не хватает для этого счастья выпадает королева пендакли что вам как будто бы не хватает для этого счастья какое-то расширение король пендакли пары вам не хватает возможно либо человека который бы вас знаете как-то вот ну поддержки не хватает человек который бы вас понимал человек который бы вас поддерживал здесь как фонит вот этим вот прошлым прошлым вашим опытом к это грусть сожаления по этому поводу хорошо что еще показывает ваше поле ну прекрасно колесо фортуны и аркан мира что вот проходите вы действительно проходит какой-то завершающий этап здесь вот как зачистка чего-то такого старого уходит что вам нужно здесь сделать вам нужно быть знаете каким-то вот таким статусным человеком по аркану и императрицы вам нужно быть уверенным уверенным в себе уверенным вообще в том что происходит то есть знаете вот какая-то внутренний как бы описать это состояние когда знаете не то чтобы беззаботность но я не переживаю ни о чем я четко знаю вот это вот понимание о том что все что должно произойти она случится и я просто иду дальше то есть если мне нужна будет помощь я знаю кому обратиться если мне нужно что-то здесь вот здесь внутренняя уверенность в себе и при этом находиться в некой такой гармонии то есть императрица это а архетип человека который несет гармонию и баланс во внешний мир но первично надо его обрести внутри себя здесь у вас идет какой-то обман по поводу вашего будущего вы здесь закрываетесь а своего истинного пути пытает звезда вы как будто бы закрывать не не идете вы в это новое просто расслабьтесь у меня такое ощущение что вот вам просто нужно расслабиться перестать сопротивляться перестать бороться самим собой довериться вот здесь вот нужно тотальное доверие доверие куда вас выведет а вы сопротивляетесь это как не вас бросили в речку да а в ней есть течение вы барахтаетесь чтобы выжить и плывете против течения вам говорят успокойся расслабься доверься этому течению он у тебя выбросит так или иначе вот более такое спокойное русло только надо довериться а вам страшно и поэтому вы плывете против течения и чем больше вы плывете тем больше идут вот эти вот искры и вы по сути да есть течение есть вы и вы с ним боретесь этим самым вы находитесь в какой-то статике нету движения то есть вас и в старое не пускает то есть против течения плыть и по течению вы не идете здесь вот это вот борьба борьба бесконечная борьба а вам страшно довериться отпуститься вам кажется что если вы перестанете руками ногами махать в этой в этой реке да то вы потонете вот здесь как будто бы здесь ощущение того что позволь себе утонуть знаете это когда спасаешь человека спасатели говорят о том что когда человек начинает руками ногами махать очень сложно ну как этот путь спасения да он выстраивает какие-то преграды то есть проще когда он уже ну как говорится заклепнулся да и его проще тащить то есть он не двигается не сопротивляется когда он начинает сопротивляться он еще больше причиняя трудности сложности спасателю вот здесь про это идет речь если нужно довериться просто довериться и отпустить и не бояться то есть знаете хочется сказать что пускай вас вынесет туда куда вас вынесет а дальше вы будете разбираться по обстановке что произойдет но вам страшно очень страшно этот страх он вас держит я не вижу чтобы пока готовы отпустить нет вы пока и будете вот в этой зоне на временной вот такая вот у меня была третья позиция пишите свои комментарии а я благодарю вас всех за внимание пожелаем вам прекрасный отличный теплый добрый искренне открытой недели и до следующих раскладов всем пока пока